Дорогие друзья, мы с вами сегодня начинаем новый цикл передач «Обитель души». И я, епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, буду вести евангельские беседы, а также беседы на ваши вопросы, которые вы, возможно, зададите нам по православию, по значению православия, по нашей православной жизни, которую мы с вами проживаем на этой земле, в нашем прекрасном государстве, в нашем прекрасном городе Гомеле, в нашей Гомельской епархии. Сегодня мы с вами выходим впервые в 7 часов утра, и это прекрасное время, когда мы, восставши от сна, возложивши на себя крестное знамя, выходим, кто в храм, кто выходит на свои какие-то труды, кто-то отдыхает, а кто-то будет нас слушать и внимать евангельским беседам. Дорогие друзья, Евангелие сегодняшнего дня, которое мы читаем, это Евангелие от Луки, 83-е зачало, 10-я глава, 19-й, 31-й стих. В этом воскресном Евангелии мы читаем о двух человеках, которые встретились в своей жизни, о человеке богатом, который жил, веселился, одевался в порфиру, дорогие одежды, каждый день призывал к себе друзей, и вместе с ними вели свою такую непринужденную жизнь, жизнь, которая отдалила их от жизни вечной. И мы слышим о втором человеке, о бедном Лазаре, который был очень и очень болен, и который лежал у ворот этого богатого человека, и желал насладиться хотя бы крохами той еды, которая падает со стола богача. И в свое время богатый этот человек видел часто бедного Лазаря, проходил мимо него своими друзьями, с веселой компанией, веселясь и беря все от этой жизни, но забывая о вечности. А с трупья, которые были на теле Лазаря, приходили и лизали псы. Один наслаждался жизнью, а другой ждал жизни вечной. И Евангелие нам говорит, умер нищий, и его душу ангелы отнесли на лону Авраама. И вскоре умер богатый, И Евангелие говорит, его похоронили. И вот видит богатый, находясь в аду Лазаря, на лоне Авраама, и спрашивает, отче Аврааме, пошли Лазаря, чтобы он омочил свой перст в воде и коснулся моих уст. Ибо такова была нестерпимая жажда в этого человека в жизни вечной. Но Авраам ответил, что между нами и вами большая пропасть и есть на земле закон, потому что богач еще попросил, чтобы Лазаря послали на землю, чтобы он воскрес, и чтобы он предупредил его братьев не вести такую жизнь, как вел он. И вот, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами, живя иной раз беспечно, не замечая окружающих, которые рядом с нами, и которые, которым мы с вами должны оказать помощь. Православный человек должен стремиться делать добрые дела, не уподобляться богатому, который ел, пил, веселился, проживал свою жизнь беспечно и не думал о том, что придет вечность и надо будет дать ответ за прожитую жизнь. Давайте же мы, если мы не можем сотворить что-то материальное, то добрым словом поможем нашему ближнему, окажем ему внимание и этим и след последуем евангельским заповедям, последуем Христу, последуем, чтобы нам с вами быть вместе с Лазарем, вместе с Авраамом в Царстве Христовом, которому нас призывает Христос. Христу. Христу, Субтитры создавал DimaTorzok